всем доброго дня с вами владимир левченко на глобальные рынке сегодня возвращаются уже к своей нормальной активности после того как вчера в америке отмечали день независимости соответственно торги не проводились сейчас мы видим что фьючерсы на американские индексы немного снижаются азиатские рынки тоже в целом в основном отторговались с понижением причем с понижением отторговались дружно макроэкономические данные которые мы продолжаем получать везде выходят хуже ожиданий показывает что действительно экономика дальше охлаждается но у нас правда да вот в стране тут уж сложно сказать чем это связано но понятно что связано с политикой правительства напротив уровне активности и в сервисном сегменте в промышленном оказались выше ожиданий да и вот наше глава правительства заявил о том что экономический рост у нас уже есть и по итогам этого года на тоже на будет но опять здесь вопрос в чем считать да при такой динамике рубля в общем да в рублях то рост безусловно есть а вот если он в реальности вот тут вопрос на самом деле курс рубля сейчас находится около 90 рублей за на один американский доллар соответственно новый минимум с марта месяца прошлого года фондовый рынок который собственно наш всю первую половину текущего года рос исключительно за счет на девальвации рубля уже в общем то не получает да собственно от вот этой самой девальвации каких-то дополнительных преференций но вот сегодня индекс московской биржи в символическом плюсе на одну десятую процента а индекс ртс опять же за счет на динамике рубля еще четверть процента теряет но сейчас мы поговорим все таки больше немного о том что происходит на глобальном долговом рынке на про наш рынок понятно будем еще говорить но предыдущем эфире говорили очень более подробно прежде всего конечно про динамику рынка валютного но мы в любом случае да хотя и в значительной степени выпали из этого рынка мы являемся частью глобальной экономики ну а долговой рынок он собственно был есть и на какое-то время точно останется рынком на главным и именно то что на нем происходит определяет ситуацию на большинстве других рынков но и вот здесь очень и очень много всего интересного на самом деле вот например да вот коллеги показывают процентные ставки по двухлетним облигациям американского правительства но в европе ситуация другая потому что если посмотреть на на то что в соединенных штатах здесь пока по краткосрочным облигациям нет новых максимумов по сравнению с пиками прошлого года а вот в европе есть но чемпионом здесь является британия и ставки намного выше чем ставки когда были в прошлом году на своих на пиках и тогда да ну вот как многие говорили британская финансовая система буквально трещала по швам ну а сейчас вроде как все в порядке вот интересно вот почему так происходит и что рынок и адаптировались какие вот у этого действительно могут быть последствия поможет нам этом разобраться наш эксперт это александр варюшкин старший партнер fp в салюшин александр доброго дня добрый день но то что на ваш взгляд происходит реально на долговом рынке и не являются ли вот текущие новые максимумы они не только в британии мы их видим мы их видим во франции мы их видим уже в италии в германии пока еще нет вот о чем это говорит и ну либо действительно рынке как-то к этому приспособились да и все теперь в порядке и прекрасно смогут существовать вот с такими процентными ставками либо это действительно сигнал какого-то скорого стресса на мой взгляд что делают рынки рынки адаптируются под действия центральных банков то есть то что происходит скажем примерно британском на британском долговом рынке процентные ставки особенно про крокосрочные обязательно показали новый максимум ну так и базовый индекс инфляции как вы знаете тоже показал новый максимум каждого там предыдущие значения наверно выше 7 процентов что выше чем было значение в прошлом году соответственно прогноз по действиям банка англии на будущего на конец этого года и на возможно будущий год изменился изменился в последние три наверное месяца теперь большинство участников рынка ожидая что ставка достигнет шести процентов по британскому фунту краткосрочная ставка рефинансирования вот я видел даже прогнозы в уровне шесть с половиной процентов и что делать долговой рынок который очень сильно зависит конечно практически на 90 процентов вид базовой тревоги доходности определяется политикой политикой центрального банка локального центрального банка в области процентных ставок соответственно вот долговые рынки они просто адаптируются к этому будущему прогнозируемому процентному ставке и соответственно как бы вид кривой доходности это в первую очередь не ожидания участников рынка относительно будущего экономического роста а скорее прогноз того что будет делать тот же самый центральный банк будущего соответственно вот ожидание более высоких ставок это касается в первую очередь в великобритании там ожидается ставка как уже было сказано выше 6 процентов возможно даже выше европейский центральный банк то же самое здесь прогноз меняется с 375 на конец этого года до наверное 4 процентов и это один из самых высоких уровней с 2007 года то же самое касается американцев центрального банка здесь прогноз наконец года где-то на уровне 575 хотя в начале еще этого года ожидания по пику процентных ставок были на уровне 525 соответственно вот и форма кривой доходности и динамика динамика консульсных обязательств первую очередь отвечает на действия центральных банков это понятно а на последствия при этом инверсия кривой доходности всегда приводила к большим проблемам ну вернее не она сама приводила да она сигнализировала о том что проблемы в экономике близки и они всегда наступали при этом если в соединенных штатах да инверсию мы с вами видели много раз хотя такой как сейчас не было никогда в британии мы тоже видели инверсию кривой доходности а вот зоне евро не было еще в прошлом году впервые появилась инверсия в на немецком долговом рынке сейчас она появилась уже и на французском на долговом рынке вот это как форма кривой доходности это да форма кривой доходности не всегда вы верно предсказывают наступление будущей рецессии то есть как бы это знаете как из десяти из пяти наступивших рецессии форма кривой доходности инвертированная предсказала штук десять вот в соединенных штатах сто процентов случаем было обязательно вот здесь вы ошибаетесь всегда без исключений даже в девятнадцатом году но вспомните на не все не 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 инверсии достаточно длинную историю достаточно длинную историю поднимал значит у нас с вами разная история поэтому да что касается что касается того что будет в будущем понятно вот вспомните не знаю состояние рынков в октябре прошлого года и ну в октябре и вначале может даже двадцать третьего года это был максимальный глум если хотите ожидания были гораздо более печальной нежели то что мы получили по итогам первого полугодия по итогам первого полугодия мы получили значительное снижение в производственной активности довольно заметный рост сервисной активности в разных экономиках и фактически мы не увидели рецессии по-настоящему да то есть вот большинстве большинстве экономик темпы хотя и слабые но остаются позитивными по итогам этого года хотя в начале этого года практически большинство ожидало достаточно быстро наступление рецессии то есть по факту выходящие данные это лучше чем ожидалось то же самое что касается инфляции то есть В итоге инфляция гораздо выше, чем она ожидалась в середине этого года. Все это говорит скорее от более высокой экономической активности в мировой экономике, в развитых экономиках в частности, чем от них ожидалось в начале этого года. И, соответственно, более медленное снижение темпов инфляции. Соответственно, ожидание рынков в том, что замедление, которое есть, оно продолжится. Но, исходя из формы, например, тех же самых аккредизирующих индикаторов, тех же индексов PMI, нельзя сказать, что консенсус ожидания рынка относительно того, что будет, оно уж такое прямо негативное. То есть у вас композитный PMI практически по любой развитой экономике будет находиться выше 50. И в основном за счет сервиса индустрии. Ну не по любой, Александр. Ну уж ладно. Он и в Соединенных Штатах ушел ниже. В Азии пока все выше 50. Действительно, это правда. А в Европе далеко не везде. Не производственный, а композитный. И по сервисным экономикам, которые составляют большую часть этой экономики. Соответственно, особенно негативных ожиданий их пока что нет. И вытащить их именно вот такого негатива настроения нет. Есть рынок труда, который чувствует себя прекрасно. Есть, в конце концов, бюджетные дефициты, которые продолжают оставаться на очень высоких уровнях по сравнению с долгосрочными средствами. Ну то есть получается, что вот такое состояние на долговом рынке, в общем, оно ни о чем практически не говорит. Например, если мы послушаем Рео Далио того же, он говорит, что сейчас появляется, по его мнению, высок риск того, что текущий уровень процентных ставок, он уже будет приводить к неплатежеспособности. Большое количество компаний и инвесторы все менее будут готовы размещаться под такие процентные ставки. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что это, безусловно, какая-то правда в этом есть. Процентные ставки выросли до 20-летнего максимума. И, конечно, за предыдущие 15 лет рынки привыкли занимать надолго и довольно дешево. И для многих компаний это станет проблемой. Проблема станет рефинансированием, проблема станет обслуживанием более высоких процентных ставок. И количество дефолтов в этом смысле, безусловно, вырастет. Дефолтов, кредитных событий, реструктуризации и тому подобных вещей. Все это как бы более-менее непонятно. И вы всегда этого можете ожидать при повышении процентных ставок. Вопрос в данном случае, что будет делать регулятор? Каким образом он будет пытаться преодолевать и помочь рынку преодолеть вот эту вот сложность рефинансирования? Мне кажется, вполне очевидно, что он будет действовать так, как он действовал последние несколько лет. А именно добавлять монетарного стимулирования. Не фискального, а именно монетарного. Как мы видели в недавнем примере. Не приведет ли это к... Ну, здесь не совсем монетарное стимулирование было. Здесь все-таки денег выдали в займ. Они просто напечатали и скупили все это дело с рынка. Немного все-таки другая история. Вот как это может действительно отразиться на самом рынке? Где может порваться, на мой взгляд? И то есть, вот где вот та грань, когда регуляторы, во-первых, вступятся и не приведет ли это к новому всплеску инфляции? Ну, мы всегда с вами спорим об одном и том же. О том, являются ли монетарные стимулы инфляционным инструментом. На мой взгляд, история последних 15 лет показывает, что нет. Монетарный инструмент, а именно увеличение денежного предложения разными способами. То есть, с помощью снижения процентных ставок и чего угодно, не является инфляционным инструментом. Это, во-первых. А во-вторых, когда именно будет вступать регулятор? Да в любой момент, когда это будет касаться системно значимого какого-то игрока. Как это было с шоссеарским банком, как это было с американскими банками. В любой момент, когда что-то будет значимое происходить. То есть, не что-то, что в рамках статистики увеличения количества дефолтов, а действительно значимое большое для рынка событие. В любой из этих моментов регулятор будет добавлять денежного предложения в рынок. Тем самым преодолевая кредитные проблемы. Ну, вот такое у меня мнение. И это не будет значительным бустом для инфляции. Как это не было бустом для инфляции предыдущие 15 лет? Ну, предыдущие 15 лет ситуация все-таки была другая. Это привело к системному падению эффективности глобальной экономики. И в конечном итоге ниже нулевой отметки. И все это, да, в конечном итоге инфляция-то началась и появилась, да. То есть, сама по себе, наверное, вот ниоткуда она взялась. Вы все время, мы все время, как я уже на эту тему спорим. С моей точки зрения, инфляция пришла из бюджетных дефицитов, из фискального стимулирования, который как раз и появился в 2020 году, как ответ на пандемию. И продолжается до сего момента, хотя, может быть, не в таких масштабах. Ну, а фискальное стимулирование, откуда оно взялось-то такое? Вот сейчас дальше. Это решение государств. Это решение государства и их правительств тратить больше денег. Замещать с собой спрос, который не предъявляет домашних хозяйств. Сколько оно может продолжаться? Вот сейчас это нужно делать или не нужно? Ну, это как бы очень-очень открытый вопрос, когда и сколько нужно продолжать это делать. Если вы хотите победить инфляцию, то точно нет. И об этом же, например, говорил помощник директора распределения МВФ буквально 2-3 недели назад, что вы должны снизить фискальные расходы, если вы хотите победить инфляцию. Это не вопрос даже центральных банков. А сколько это может продолжаться, это ответ регулятору. И, как мне кажется, выборы, которые гряду по всему миру в следующем году, отвечают на этот вопрос, что это продолжится. Это значит, что инфляция будет выше, чем мы бы того хотели. Это значит, что процентные ставки сейчас пойдут повыше, чем мы бы того, может быть, хотели и ждали. Но это, возможно, означает, что темпы экономического роста не будут уж такими низкими, как мы бы ожидали в начале этого года или осенью прошлого года. Но вот в силу того, что вот этот государственный спрос, он толкает экономику вперед. Но это все будет, если не начнет рваться система. А мы уже видим, что в некоторых местах она начала рваться. И понятно, что подход такой, нам бы день простоять, до ночи продержаться, не знаю, до каких-то очередных выборов. Но, на мой взгляд, это не может длиться бесконечно. Александр, спасибо. Александр Варюшкин, FPVSolution, помог нам разобраться в том, что происходит на глобальном долговом рынке. Но мое мнение, что все-таки мы уже находимся в ситуации, когда слишком большой, чтобы не упасть, а не наоборот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова